подкаст михаила михайлова путь миллионера здесь мы говорим о том как делать деньги жить кайф развиваться и быть счастливым выпуске каждую неделю сегодня в этом подкасте я хотел бы с вами поговорить про социальные сети про то как определиться с тематикой блога потому что я уверен что каждый человек то мне смотрят заинтересован в том чтобы больше зарабатывать я уверен что мне смотрит большое количество менеджеров моей команды и в целом людей со страны у которых есть возможно свои бизнесы либо они как-то в этой жизни развиваются поэтому я хотел бы с вами поговорить про социальные сети я уверен что на сегодняшний день это очень важно мы живем в мире социальных сетей мы живем во времена когда весь мир стал материальным и зарабатывает больше тот кто более известный более популярный и если даже смотреть на очень крупных предпринимателей то были времена когда крупные предприниматели люди кто зарабатывать много они были в тени знаете о них даже никто не знал но на сегодняшний день любая крупная компания имеет генерального директора либо основателя этой компании которого знает весь мир у него развитой социальной сети у него синяя галочка в инстаграме в запрещенной социальной сети в россии про которые уже и нельзя говорить у него огромное количество подписчиков тик токи в ю тубе и так мы говорим про каждого человека у которого есть свой бизнес то есть на сегодняшний день если вы хотите как-то зарабатывать нормальные деньги вы без социальных сетей особо-то ничего не можете если человек клиент выбирает кому пойти ему сделать маникюр или каком парикмахер пойти и выбор стоит между тем у кого развиты социальные сети у кого не развиты он пойдет к тому у кого больше кейсов у него развиты социальные сети у него есть какая-то аудитория значит ему люди доверяют люди сейчас по социальным сетям измеряют практически все практически все и самая главная сложность для каждого человека заключается в том что нужно определиться с тематикой блога вести социальные сети несложно несложно снимать контент несложно снимать stories несложно снимать видео несложно снимать никакие рился это все ерунда сложно определиться с тематикой блога потому что с каждой стороны каждый человек высказывает свое мнение и очень сложно прислушаться к самому себе и я сейчас хочу с вами поговорить про то как я определился с тематикой как меня шатало мотало и до сих пор это происходит со мной каждый день я нахожусь в каком-то вы знаете перепуте ночью о чем снимать что говорить потому что близкие друзья говорят тебе одно люди со стороны говорят тебе другое и так далее и я для себя вывел несколько правилов которые необходимо соблюдать когда вы скажем так определяетесь тематикой блога первое необходимо снимать только то что вам нравится это важно вы не можете снимать на ту тему которого мне нравится она просто популярна нет вы можете но у вас надолго не хватит а социальные сети это марафон очень на длительную дистанцию поэтому необходимо первично определиться просто с темы которые вам в душе откликается и я стал популярным в социальных сетях как ни странно человек который начал говорить про отношения про любовь про мужчин женщин про воспитание детей я никакой не психолог и в этом абсолютно не эксперт но почему у меня получилось потому что мне на самом деле это очень сильно откликается и многие даже мои близкие друзья говорили миш ты играешь на своих коротких видео видео ты ведь не такой в жизни но на самом деле может быть они меня плохо знают а может быть и нет ну может быть и на самом деле так выглядел но людям со стороны это нравилось что говорит о приходе большого количества людей в мои социальные сети я начал говорить о том что мне близко то есть я могу говорить об отношениях о любви о верности о мужчинах и женщинах и о детях и о воспитании детей и о каком-то вот таком психологическом моменте реально очень длительное время мне настолько сильно нравится эта тема я очень много читал книг там по психологии у меня были сложные периоды в моей личной жизни с моей женой с криса в личной жизни у меня было непонимание как очень воспитывать детей и непонимание вообще даже кто я я очень много в этом направлении развивался двигался и думал поэтому когда я говорю про психологию в своих социальных сетях мне это прям внутри ну отзывается я чувствую себя знаете вот как будто на своем месте и поэтому когда вы определяете с тематикой блога первое что нужно выбрать это чтобы вам нравилось это важно вот найти тему который вам отдых но прямо откликается и это может быть все что угодно этому психологии это может быть деньги у меня есть близкий друг и менеджер моей команды который ну он фанатично говорит о деньгах ему очень сильно это нравится это саша трушин и я вижу по нему что когда он говорит про деньги он наслаждается этим процессом и когда мы сера разговаривали про это я гор cinю давай начнем про деньги говорить тебе это нравится все я вижу что на ты кайфуешь от этого и все он начал из этого начал получать какой-то результат и итак может быть про кого угодно это может быть например вы безмерно любите говорить о детях о воспитании детей может быть вы любите говорить о каких-то хобби о том как ввязать вышивать как заниматься спортом как сидеть на диетах вы любите похудение, может быть, вы любите нутрициологию, может быть, вы любите, да, все, что угодно. Важно, чтобы вам это нравилось. Следующий момент. Вас, безусловно, будет шатать в разные стороны. Второй пункт это когда вы начинаете прислушиваться к общественному мнению. И сложно к нему не прислушиваться, потому что начинают выражать касаемо вашего контента свое мнение абсолютно все. И это основная загвоздка. Люди начинают смотреть со стороны и олицетворять тебя, какой ты был до создания этого контента, с тем, какой ты стал сейчас. Им кажется, что что-то изменилось, либо ты стал каким-то не таким. И ты очень часто можешь поддаться этому влиянию. И я говорю сейчас конкретно про близких людей. Потому что, ну, так происходит. Это факт. И я сам с этим столкнулся. Я начал снимать про психологию. И мои близкие люди, которые знают меня как сетевика, как предпринимателя, как вообще от такого шального парня, я у них стал полностью абсолютно резонировать. Ну, для них это стало непривычно. Я их понимаю в этом. Абсолютно. И ни в коем случае не осуждаю. Вот. Но при этом большому количеству аудитории начало нравиться то, что я делаю. Им просто зашло моя подача, как я это создаю, и о чем я вещаю. И здесь встает выбор, о чем вы будете говорить. Третье. Ну, и точнее, кого слушать. Третье. Если мы говорим сейчас про дальнейшее развитие, очень важно смотреть в сторону монетизации. Что вы будете делать с этими социальными сетями и вообще с аудиторией, которая будет на это приходить. Когда вы найдете и будете соблюдать первый пункт, который я изначально сказал в начале, когда вы будете снимать то, что вам нравится и то, что вы любите, у вас получится встанет вопрос, что аудитория начнет на это приходить, а что с ними делать, будет непонятно. И с чем столкнулся я? Ко мне начали приходить как к психологу. Меня начали воспринимать как человека, который может давать какие-то консультации. И когда я выходил в прямой эфир, то самые частые вопросы были это про отношения. И меня это на самом деле очень сильно раздражало, потому что я могу об этом говорить, я могу об этом вещать, и мне нравится, мне нравится давать вот эту информацию в социум, скажем так, в социальной сети, но я не готов давать никакие консультации, я не готов давать никому никакие рекомендации. И вот все в таком ключе. И это меня сподвигло вернуть назад контент, отказаться от того, что я любил делать и снимать про отношения, и начать снимать чисто по сетевому. Потому что я профессионал в сетевом бизнесе, я зарабатываю за счет сетевого. И смысл в том, что ты должен научиться это все монетизировать. Совместить можно, но относительно сложно. Я пока не нашел для себя каких-то таких вот секретиков, чтобы про психологию вещать и про сетевой бизнес, и все это соединить в кучу и показывать лайфстайл. Это можно сделать безусловно, но я пока просто не смог. Не смог и не научился это сделать, но надеюсь, что научусь. И я начал вещать про сетевой, я начал вещать про деньги, я начал вещать про то, что несет мне деньги, чтобы монетизировать это. И я понимаю, что внутри я не получаю наслаждения и удовольствия от процесса. Я люблю сетевой, я люблю заниматься сетевым бизнесом. Мне безмерно нравится эта индустрия. Я просто фанатею вообще на самом деле того, чем я занимаюсь. Но когда мы говорим про социальные сети, я не могу сказать, что вот я готов посвятить все, чтобы учить людей только тому, как строить бизнес в сетевом бизнесе, мотивировать их к деньгам и так далее. И все в этом ключе. И у меня произошел диссонанс в моей голове. Меня просто разломило напополам. При этом я начал говорить про сетевой. Мне пришло огромное количество входящих заявок. Люди начали ко мне приходить. Люди начали мне писать реально очень много. То есть у меня был один день, когда мне написало больше ста человек, чтобы прийти ко мне в команду. И это как бы и хорошо, и непонятно. Я не понял, что с этим делать, потому что людей стало просто очень много. И я сейчас понимаю, что в целом, наверное, лучше все же выбирать то, что вам сильно в душе нравится. То есть вы должны, создавая контент, кайфовать от того, что вы создаете. Вы должны прям быть влюблены в этот контент. Это очень важно. То есть нужно достичь того уровня создания контента, когда ты пересматриваешь свои рилсы, потому что они просто тебе нравятся. И это очень классно. И вот так у меня было, когда я говорил про отношения. И получается здесь такая вот проблема, дилемма, о чем вещать. Условно говоря, смотрите, я вам приведу пример. На примере девушки, которая имеет свой магазин одежды. У нее есть свой магазин одежды. И по логике, чтобы это все монетизировать, она должна, например, вещать про стиль, про одежду и так далее. И про свой магазин. Но это может быть абсолютно не ее вещать на эту тему. Магазин она может любить. Она может любить продавать там вещи, ей может это все нравится. Но это может быть абсолютно не ее в социальных сетях. Вот в чем основная проблема. А ее может быть, например, рассказывать про то, как готовить дома, потому что это ее любимое хобби. И на этом она может стать очень популярной. На этом может узнать ее весь мир вообще просто, потому что она фанатеет от того, что она делает. Вот и это и есть проблема. И поэтому ключевая задача, конечно, в перспективе все это соединить. Соединить то, чего вы кайфуете и совместить с тем, что вы зарабатываете, чтобы это все друг друга монетизировало. Безусловно, я к этому приду, но сейчас меня периодически мотает в разные стороны, о чем же вещать в своих социальных сетях. И пока все же я придерживаюсь концепции того, что я попробовал поговорить про сетевое. Честно говоря, мне это очень сильно понравилось в плане огромного входящего потока. То есть такого, что я даже не знаю вообще, что с ним делать иногда. Вот. И поэтому я даже с какой-то степени подумал, что надо это немного притормозить. И своей команде по Инстаграму говорил, давайте все, пока не будем на эту тему вещать, а давайте подумать, думать на что-то другое и возобновлять ту тему. И сейчас больше контента я назад верну, то, о чем я вещал. Потому что мне это нравилось, я от этого кайфую, и это ведет ко мне новую аудиторию, и в целом и людям заходит. И, простите, хрен бы с ним вообще, что не нравится вашим знакомым и друзьям. Вообще без разницы. Важно, чтобы нравилось вам. Важно, чтобы вы от этого кайфовали, получали удовольствие. Даже если вам мама ваша скажет, что ты вообще-то чё какую-то вообще ересь снимаешь. Ну, вообще без разницы, ребят. Важно, чтобы вы кайфовали от того, что вы создаете. Такой это ключевой для меня момент. Безусловно, основная претензия у близких, она заключается в том, что ты становишься другим. Не тем, которым тебя знают. И я понимаю, что есть некоторая категория людей, которые в социальных сетях, вы знаете, они за полную аутентичность, полную настоящесть. Они начинают вещать вообще, о чём хотят просто. Там мат, перемат, всё, что ты хочешь. Мне это абсолютно не близко. Ну, я всё же считаю, что социальные сети — это место, где ты коммуницируешь с социумом. И благодаря твоим коммуникациям ты либо влияешь на людей в лучшую сторону, либо в худшую. В любом случае, ты не можешь влиять нейтрально. Какое-либо влияние ты, ну, оказываешь. Поэтому я считаю, что ты не можешь быть на 100%, вы знаете, вот иметь такую настоящесть. Ну, для меня настоящесть — это когда ты просто вот настоящий человек, но при этом ты не показываешь все свои ужасные, негативные какие-то минусы. И всем об этом рассказываешь, кричишь. Вот, принимайте мне только как есть. Я буду сейчас курить, пить пиво и ругаться матом. Но это неэтично, я считаю. Это неэкологично и это отвратительно полностью. Ну, это моя позиция. Напишите мне в комментариях, если тема эта была интересна. Очень сильно буду признателен. Ребят, маякните здесь, пожалуйста, в комменты под этим видео. Полезно или нет?